Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить куриные шашлычки. Моментальные. Они будут в кисло-сладкой соевой глазури. Эдакий реверан в сторону китайской япончины. Штука очень быстрая и очень вкусная. Гарнир стандартный для таких случаев. Рис. Воду для него уже можно греть. Приступим. Я уже сказал, блюдо очень быстрое, поэтому для экономии вашего времени в магазине купил куриные бедра с уже удаленными костями и шкурой. Ну и в качестве альтернативы этому отрубу, так скажем, куриную грудку. Но начну я не со шашлычков от глазури. В кастрюлю отправляю соевый соус, сахар, сухой имбирь, красный острый перец. Вот этот маленький очень острый. Гранулированный чеснок, рисовый уксус и немного сладкого рисового вина. Это Хон Мерин. Не найдете его в магазине, готовьте без него только три делов. Все это надо довести до кипения и проварить затем минут пять, не больше, чтобы аромат сухого имбиря и чеснока разошлись во всей глазури, чтобы острый перец отдал свою остроту. И пока этот процесс идет, пора варить рис. Вода уже сгипела, так что посолить сразу же. Нарежу курятину кусочками. Размер на один укус, чтобы обжаривалось быстро. Приправлять ничем не буду глазурью, без того очень яркая. Еще мне понадобятся стебли чеснока. Так, проверяем глазурь. Отлично. Смотрите, какая глазурь получилась. Сейчас пена сядет. Она загустела, видите, как с ложки стекает. Просто класс. Если вы будете использовать слишком жидкий тхон-мерин, бывает продается какой-нибудь поддельный, может не знаю, разбавленный и плохо загустевает у вас глазурь, то можно добавить немного крахмала. Но лучше просто посильнее выпарить, тогда у него будет более насыщенный вкус. Смотрите, какое чудо. Видите? Пора насаживать мясо на шпажки. Я перемежаю его с чесноком. Так, подавать их можно будет более эффектно и на сковороде вертеть проще. Отдельно будет шпажка с мясом грудки и отдельно шпажка с мясом бедрышек. Все, можно приступать к обжарке. Кунжутное масло сюда. Если говорить про азиачину, то без кунжутного никуда, как мне кажется. Кусочки маленькие, обжариваются моментально. Чуть подрумянились с одной стороны, сразу переворачиваем. И верхнюю сторону уже можно смазать глазурью, чтобы мясо не пересыхало. Между тем, рис уже готов. В зависимости от того, какой именно рис вы возьмете, так выбирайте способ варки. Вот этот сорт лучше готовить в избытке воды. Ну, практически все завершил. Рис клейкий довольно, поэтому сначала пленку в чашку, затем рис. Ну, а теперь на тарелку. А шашлычки надо окунуть в глазурь, щедро так. И немного кунжутных семечек. Вот такой очень быстрый обед в псевдо-азиатском стиле. Так, ночное с шашлычка из бедрышек. Я, в принципе, красное мясо, куриное люблю больше, чем белое. Слушайте, глаз. Маленькие кусочки прожариваются быстро. Внутри сочные, снаружи подрумянились, на сильном огне. Получается классное сочетание сочности и поджаренного бачка. Брюс, вот эта потрясность, совершенно потрясная глазурь. Такая кисло-сладко-солоноватая, насыщенная, здоровская просто. Так, а теперь пройдусь по шашлычку из куриной грудки. Мне кажется, она, конечно, будет немножко более суховатая, но сейчас увидим. Так, ну-ка. Вот этот кусманчик. Так. Ммм, вы знаете, нет, очень сочно. Главный секрет, не пересушивать. Быстро на сильном огне пожарили, сразу сняли все огня. Класс. Ну и по риску надо пройтись. Ну, рис как рис. Отлично оттеняет вот этот вкус яркой глазурью. Просто класс. Быстро, вкусно, эффектно. Очень паразично. Готовьте и наслаждайтесь. Никаких сложностей здесь. Вот, никаких. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Эпушиточку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...